В этом выпуске «Едем в Китай» мы продолжаем наше путешествие по Жемчужной реке. И сегодня я расскажу вам об уезде Сюнь-У. Мы побываем в каменных храмах и узнаем о торговле камнями. И все это во время суровой экспедиции, цель которой – найти нечто такое, что дает жизнь миллионам людей. Не переключайтесь! Жемчужная река по-китайски звучит как Джудян. Вместе с восточным, западным и северным притоками она образует обширную речную систему. А также является третьей по длине и второй по полноводности рекой Китая. Сегодня мы направимся выше по течению через уезд Сюнь-У. Привет! Это Джуй, и вы смотрите продолжение путешествия по Жемчужной реке. Совсем недавно вы побывали в провинцию Гуан-Дун и познакомились с северным притоком Жемчужной реки, который называется Бэй-Дян. Сегодня мы находимся в провинции Дян-Си, исследовать мы будем уже Дун-Дян, то есть восточный приток. И прямо сейчас мы находимся в уезде Сюнь-У. Первый иероглиф Сюнь в этом названии означает «искать». Именно этим мы, собственно, и займемся. Мы будем искать исток реки Дун-Дян, проедем вдоль берегов и возьмем от этого места все, что оно нам предложит. Итак, отсюда мы начнем. Здесь река Дун-Дян соединяет провинцию Гуан-Дун и Дян-Си. Меня зовут Джуй, и вы смотрите «Едем в Китай». Не переключайтесь! Согласно подсчетам, река Дун-Дян обеспечивает индустриальной, хозяйственной и питьевой водой 40 миллионов человек, проживающих в этом регионе. Кстати сказать, примерно 80% воды, потребляемой Сянганом, тоже поступает из реки Дун-Дян. Так что, уважаемые сянганцы, смею вас заверить, что ее регулярно проверяют. Что вы делаете? Проверяем качество воды. А что вы измеряете этим прибором? Уровень pH. Он составляет 7 с небольшим. А как вообще расстояние воды в этой реке в наши дни? Очень хорошее. Согласно государственным стандартам, вода на поверхности относится ко второму классу. Это подходит для бытовых нужд. Эта водная зона является частью жемчужной реки. Она идет на хозяйственное использование в Гуандун и Сянган. То есть она должна быть определенного стандарта. Что ж, теперь, когда я столько узнала о пользе воды, я могу предположить, что ей по важности уступает только еда. И говорят, что здесь, в деревне Шикун, представители народности хакка готовят первоклассные блюда своей кухни. Современные хакка разговаривают на том же языке и имеют тех же предков, что и ханьцы. Хакка дословно означает «гостевые семьи». Предположительно, такое название возникло в результате их ранних массовых миграций с севера на юг Китая. Но гость сегодня здесь я, так что я буду пробовать все. Да, правильно, надавливайте и тяните вот так. Хорошо. Нужно крутить по кругу. А, по-моему, я поняла. Разделав самостоятельно целого гуся, я отправилась на кухню, чтобы проверить, что сегодня будет в меню. Каждый день в ресторане господина Куана настоящий гусиный банкет в стиле хакка. Птицу мелко рубят и пускают в ход каждый кусок. У гусиного сета весьма интересное название – «И-Эр-Дзю-Чим». Еще интереснее его перевод – «Девять способов употребления одного гуся». Из всех съедобных частей птицы, начиная от внутренностей и заканчивая головой и кожей, мастерски делают девять разных блюд. Здесь едят даже свернувшуюся в кубики кровь гуся. Вообще кухня хака очень домашняя, но такой пир подойдет и для королевских особ. У гусиного сета весьма интересное название – «И-Эр-Дзю-Чим». Это блюдо из тофу? Да, мы только что измельчили соевые бобы и сделали из них тофу. А начинка у него из гуся. Это называется фаршированный тофу. Хака обожает готовить тофу. Да, это органический продукт и он очень полезен для здоровья. Ммм, очень вкусный тофу. В детстве я его не особо любила, но когда стала старше, поняла, что он очень полезный, довольно неплохо. Здесь есть начинка. Он фарширован мясом, а с ним еще вкуснее. Хака славится не только своей гусиной кулинарией, но еще и гостеприимством, которое проявляется в безобидном, но насильственном кормлении и чокане бокалов. Оказывается, что хака – это не отдельная народность и не этническая группа, объединенная географически и религиозно. Я считаю, что их идентичность главным образом можно выявить по их кухне. Это то осязаемое и в прямом смысле слова съестное, что они могут передавать из поколения в поколение, а также то, чем они делятся с другими. Кухня – это огромный пласт их культуры, и она очень вкусная. В этой части провинции Диан-Си проживает особенно много хака, поэтому подобная архитектура здесь не является редкостью. Это так называемые Вэй-У. Эти многосемейные коммунальные комплексы представляют собой укрепленные жилища, которые строились для защиты от оккупантов в военное время или от межклановых конфликтов. Я весьма своевременно оказалась в доме Сим-Иван, расположенном в деревне Джоу-Тянь. Здесь и мне, и моим пернатым друзьям удалось укрыться от дождика. Климат в Сюнь-У субтропический мусонный, мягкий, влажный, с большим количеством осадков. Поэтому если здесь начинается дождь, это неудивительно. Надо сказать, что такие открытые крыши в Фэн-Шуи считаются очень благоприятным архитектурным решением, так как накопление воды символизирует накопление богатства. Видимо, у этой семьи дела шли совсем неплохо. Обалдеть! Этот рисунок был вырезан 200 с лишним лет назад. Строительство дома для Хака было делом исключительной важности. Так они пытались почтить память своих предков. Уверена, что глядя на эти квадратные, симметричные и сейсмоустойчивые дома в Иоу, прадеды жителей деревни Джоу-Тянь гордились бы своими потомками. Давным-давно через эту деревню проходил рисовый и солевый торговый путь, из-за чего она достаточно долго процветала. Многие ее жители могли позволить себе строить такие огромные и довольно вычурные усадьбы. Этот дом принадлежал одной богатой и влиятельной семье Хакка. Он был построен во времена династии Цин и очень хорошо сохранился до наших дней. Но когда кончился дождь, я решила осмотреть соседние хоромы, в которых, судя по всему, никто уже не живет. Посмотрите сюда. Это традиционный орнамент у двери. Он выполнен в виде древней монеты и символизирует изобилие и большую удачу для всей этой семьи. Выполненный из гальки орнамент – лишь один из многих мотивов в этом месте. Иногда, чтобы их заметить, надо посмотреть вверх, а иногда вниз. Обратите внимание на эти окна, которым по 200 лет. Здесь четыре священных и благоприятных буддийских символа Вань. Они часто встречаются на груди у статуи Будды. Вот оно. А вот здесь еще одно окно. На нем предположительно вырезан иероглиф «фа» от слова «фацай» – процветание. Думаю, что их смысл в том, чтобы богатство и деньги текли в дом через эти отверстия, а удача – через эти. Так же, как солнечный свет и легкий ветерок. Говорят, что хакка считаются непревзойденными знатоками фэншуя в мире. Мне показалось, что все это также связано с циркуляцией живительной энергии Ци. А еще они украшали дома изысканной резьбой по дереву и кирпичам, добавляя тем самым новизны старинной архитектуре. Времена расцвета деревни Джоутянь давно уже позади, хотя его отголоски по-прежнему слышны здесь. И поверьте, что-что от духа хака по-прежнему процветает. Далее в программе я покажу вам Сюньузские камни. Мы поговорим о каменных храмах, о каменной торговле и просто о камнях как таковых. Мое путешествие вверх по течению восточного притока Жемчужной реки привело меня в заповедник Тел-Лун-Янь. Перед осмотром серьезных достопримечательностей я решила немножко передохнуть. Что ж, мое немножко затянулось. Перед вами ускоренная запись. Мне сказали, что впереди меня ждет большая физическая нагрузка, так что пришлось накапливать энергию. Я снова на ногах и иду по туристическому маршруту. Слева от меня река, а справа вот такие отвесные красные скалы, которые вам уже знакомы, если вы смотрели предыдущий выпуск Едем в Китае про Шаугуань. Конечно же, вы смотрели. О чем я говорю? Кстати, первые исследования такого рода ландшафта проходили именно здесь. У себя под ногами я заметила песок. Это довольно странно, потому что поблизости нет пляжей. Но если вы посмотрите вверх, вы поймете, откуда он. Это рельеф Данься, который состоит из конгломерата и песка. Со временем из-за эрозии и ветра получился песок. Они прекрасны. Такое впечатление, что сюда пришел какой-нибудь современный художник и вырыл в них эти дыры. Хотя на самом деле все это сотворила природа. Старая добрая матушка природы. Видно, что она на протяжении миллионов лет подвергала атмосферному влиянию рельеф Данься, который является уникальным в Китае. Неожиданно я наткнулась на одну интересную надпись, на которой было написано «Спасибо от жителей Сянгана за нашу воду». Наверное, мне тоже нужно его поблагодарить. Но это еще не все. На запах благовония я забрела в небольшой храм. Я знала, что где-то здесь, среди строек этого дыма, есть лестница, которая приблизит меня к небесам. Я почувствовала себя Алисой в стране чудес, которая немного растеряна, но которой все интересно. В этих гротах, обтесанных временем и природой, сегодня находятся святыни со множеством маленьких буддийских статуэток. Именно они сопровождали меня в моем погружении в это великолепие. И вот я снова на земле, точнее на воде. И я совершаю небольшую прогулку на лодке вместе с джентльменом, который предпочитает веслам свою бамбуковую палку. А, пусть он уже сам гребет. Я всегда обожала быть у воды. Она на меня действует исцеляюще. А если рядом еще и такие пейзажи, то от такой красоты можно просто сойти с ума. В данный момент мы с вами находимся на самой середине реки Дуньдзян. Вы сами можете заметить, как здесь все зелено и красиво. Но, если честно, вода здесь немного мутная. А все потому, что чуть выше по сечению ведутся работы по очистке от ила. И еще недавно был дождь. Так что жаль. Обычно она здесь очень чистая, но ничего не поделаешь. На улице солнышко, и я счастлива. А я уже думала, что ничего зеленее быть не может. Перед вами потрясающий вид сельской местности уезда Сюнь-У, напитанной водами Дуньдзян. Но мы здесь не для того, чтобы любоваться пасторальными пейзажами. В этих холодных и мелких водах восточного притока Жемчужной реки группа мужчин пытается отыскать на дне особые камни. Ну, а я, как обычно, не смогла удержаться от расспросов. Из этого получится цветок. Красивый камень. А из этого? Нет, он недостаточно тяжелый. Этот хороший. Этот? Да. Посмотрите, пожалуйста. Да, этот хороший. Ура! И что из него можно сделать? Много чего. Красивые подвески, браслеты. А если я захочу что-нибудь сделать, куда мне надо пойти? Я покажу вам, когда мы вернемся в город. Серьезно? Это круто! Здорово! Итак, я отправилась в центр Сюнь-У, чтобы отыскать место под названием Ши-Тоу Вэнь-Вань Ши-Чан, или рынок безделушек из камней. Когда я нашла это место, оказалось, это то, что мне нужно. Теперь мне надо доверить мастерам свою ценную находку. Которая после распиливания на две части оказалась весьма качественной штуковиной. Именно за такими камнями охотятся в реке. Ну а я пока выбираю на рабочем столе господина Яня образцы Будды, которого я хочу сделать. Есть Будда с большими ушными мочками, с большой улыбкой и большим животом. Огромному количеству людей, не только местным, но и со всего Китая, нравятся такие камни, которые собирают в реке Дунь-Дзян. За их цвет, текстуру и форму. В настоящее время эта магматическая порода очень популярна. А этот рынок в Сюнь-У открыли специально, чтобы коллекционировать, производить, а также продавать эти блестящие и сверкающие изделия. На самом деле черный цвет не всегда был самым предпочтительным. Не так давно особой популярностью пользовались такие желто-коричневые камни, которые тоже нашли в реке Дунь-Дзян. Только посмотрите, какая тонкая и изысканная работа. А как вам этот шедевр? Его отполированная поверхность отражает традиционную китайскую роспись тушью. Однако к нему даже не прикасалась рука человека. Перед вами совершенное творение матушки природы. Добыча породы в реке Дунь-Дзян запрещена, поэтому камни приходится выбирать из тех, которые лежат у реки. Ценность некоторых экземпляров в их необработанной уникальности, в то время как другие представляют собой отличный материал для будущих произведений искусства. Возможно, это связано с ростом доходов, потому что все больше и больше людей испытывают настоящую страсть к камням. Этот рынок расширяется и привлекает к себе коллекционеров из других регионов, которые чрезвычайно заинтересованы в черных камнях и не дают отдохнуть владельцам местных магазинов. Мы должны показать наше превосходство и привлечь ценителей камней со всего Китая в Сюань-У. Это лучшее, что мы можем сделать. Пока я гуляла по этому рынку, я вдруг подумала, какое жизненно важное значение имеет река Джудян. Ведь столько людей зависит от ее вод. Она кормит этих мужчин, их семьи и многих других местных жителей. Ваши кулоны готовы, можете посмотреть. О, да. Как они вам? Они потрясающие. Они мне очень нравятся. Это рисунок, который вы выбрали. Да, они просто прелесть. Их сделали из вашего камня. Получилось красиво. Такие они милые. Просто прелесть, посмотрите. Видите, маленькие пухленькие будды. Спасибо тебе, жемчужная река. Далее в программе мы займемся физкультурой. В прямом смысле слова. Мы пойдем на дело в горы и найдем там много всего интересного. Шлем, перчатки. Дайте мне секунду, чтобы проверить тормоза и педали. Да, здесь все серьезно. Я совершенно случайно примкнула к велоклубу, потому что... Да просто так. Леди и джентльмены. Я совсем не знакома с местными, слякотными, извилистыми дорогами. Зато эти люди на велосипедах отлично знают местность. Они предложили сопроводить меня. Честно говоря, я часто катаюсь на велике в Пекине, но там нет сопок, а здесь сплошные подъемы. Так что я уже начинаю думать, зачем я вообще на это согласилась. Хотя пейзажи на этих склонах просто сказочные. Это деревень называется Дунзян-Юань? Да, ее название произошло от реки Дунзян. Вы часто здесь бываете? Обычно мы приезжаем сюда одни, но по выходным берем с собой семьи, чтобы отдохнуть вместе. А что насчет велосипедов? Многие здесь на них катаются. В последние годы это очень популярно. К счастью, совсем скоро я слезу с этого велосипеда, и мои конечности не отнимутся. Я пойду пешком с группой людей, которые еще лучше знакомы с местностью. Ребята сзади, смотрите под ноги. Нам нужно перейти этот мостик. Будьте осторожны. Мы зашли в лес под аккомпанемент журчащей воды и моих причитаний. Я клянусь, что каждый день в программе «Едем в Китай» — это настоящая тренировка для ног. Но ведь я не часто отправляюсь на поиски источника восточного притока реки Джудян. Вы тоже способны на такое? Да, кроме меня здесь больше никто не стонет. Мы находимся в деревне Дунзян-Юань городского округа Саньбяо. Юань по-китайски означает «исток». Господин Джан, глава этой деревни, ведет нас к одному из трех главных источников жемчужной реки. Позади меня идут два члена МСОП — Международного союза по охране природы и природных ресурсов и несколько любопытных местных жителей. Задний двор дома моего детства в Сиднее выходил в лес. И одним из моих самых любимых занятий, когда я была ребенком, были долгие прогулки вдоль ручья. Конечно, здесь совсем другая растительность и ручеек, который мы с вами увидим чуть позже. Снабжает водой население в полтора раза больше населения Австралии. Но я в восторге от этого похода. А через три часа... Мы уже совсем рядом. Да, мы пришли. Мы пришли. Господи, у меня ноги просто отваливаются. Я думала, что не дойду. Исток реки Дунджян. Так, это табличка. А где же вода? Она там. Где? Сейчас я вам покажу. Он такой маленький. Так вот он какой. Вода бежит оттуда. А почему здесь только ручеек? Здесь довольно большая высота, примерно тысячу метров над уровнем моря. На вершине этой горы практически нет воды. Но то количество, которое есть, течет сюда с горной поверхности. Согласно исследованию специалистов, именно отсюда и берет свое начало восточный приток реки Джудян. Что ж, честно говоря, я не знаю, что конкретно я ожидала увидеть. Возможно, какой-то огромный оазис или что-то вроде этого. Но, наверное, все начинается с малого. И каждая капля имеет значение. Так что все равно это очень здорово, потому что с этого маленького ручейка начинается третья по протяженности река Китая. Потрясающе! Да, третья по протяженности и вторая по полноводности. Даже не верится, что эти капельки каким-то образом достигают Сенгана, который находится в 500 километрах отсюда. Я еле-еле доползла обратно до деревни Дуньзян-Юань и не свалилась от усталости. Честно говоря, я даже ощущаю себя чуточку бодрее, потому что я нашла то, зачем приехала в Сюнь-У. А еще оказалось, что в этой скромной деревушке находится центр образования в области окружающей среды при поддержке МСОП. Кстати, в нем трудятся волонтеры, один из которых документирует информацию об этой местности. Это вы сделали эти снимки? Да, я волонтер и фотограф. Я уже 10 лет фотографирую этот район. 10 лет? Да, это довольно долго. Эти фотографии я сделал 4-5 лет назад. Видите, как этот дедушка улыбается? Да. А кто этот человек? Он произвел на меня сильное впечатление. Он очень поддерживал нашу работу и действительно защищал окружающую среду. Дома он даже сортировал мусор. Серьезно? Да, сначала он и не думал об этом. Но когда здесь появились волонтеры из Сюнь-У и других регионов, он изменил свой взгляд на экологию. Он очень милый. На самом деле этот центр просто крошечный по сравнению с работой, которую он проводит с момента своего основания. Школьники, как, впрочем, и взрослые приезжают сюда, чтобы узнать о значении рационального использования вод и окружающей среды. Лично меня очень тронули эти молодые люди, которые посвятили свою жизнь охране природы. Для них исток Дунь-Диан является настоящим источником вдохновения. Мы идем в гости госпожи Джоу. Вэнь-Шу вместе с его коленой ведет меня к своим соседям. Это типичный дом для хакка. Здесь живет вышедшая на пенсию учительница начальных классов с мужем. Они рассказали мне, что благодаря советам Вэнь-Шу они кардинально изменили свою жизнь, а их старый дом стал образцом экологически безопасного образа жизни. Вы готовите кушать? Да. У вас такие красивые овощи, вы сами их выращиваете? Да. А что вы делаете с остатками, которые вам не нужны? Обычно я их кладу под мандариновое дерево, как удобрение. Вы их закапываете? Да, под дерево. После чистки овощей госпожа Джоу любезно показала нам свой ритуал малоотходного ведения хозяйства. Вместо того, чтобы выбросить все в мусорное ведро, она старается максимально задействовать органический мусор и даже кормить им своих кур. И их вполне это устраивает. К расходованию драгоценной воды из реки Дуньян эта женщина подходит с особой сознательностью, так как она отдает себя счет в том, что все действия возле истока могут отразиться на тех, кто живет ниже по течению. Глава деревни, господин Джан, объясняет, что они здесь делают. Дома в этой деревне имеют водостококанализационную систему. Вода из душа и после стирки выливается в эту канаву. Дождь и другая хозяйственная вода попадают в этот небольшой пруд, в котором водится небольшая рыба, креветки и водные растения. Мы используем естественный метод деградации почвы, который отвечает нормам выбросов. Должна признать, что это не самое умопомрачительное место в Китае. Да и концепция сама по себе не нова. Но интересно то, что она отлично прижилась в этой деревушке. Это септик с трехуровневой системой очистки канализации. После обработки воду, которая выходит отсюда, можно использовать для полива фруктовых деревьев и овощей. Само собой, госпожа Джо пригласила нас в слегка от ужина с ней и с ее мужем. После утонительного дня я искренне верила в то, что меня спасет домашняя еда, приготовленная из овощей со своего огорода. Вкусно. Мы вообще не используем никаких химикатов. Госпожа Джо сейчас живет в городе, но она очень часто сюда приезжает, как на дачу. Деревенские жители здесь надолго не останутся. Чтобы защитить исток реки Дунзян, всю деревню скоро переселят. Не очень радостная новость. Уверена, что для местных жителей вынужденный переезд пройдет нелегко. Но, как сказала госпожа Джо ради реки Дунзян, это того стоит. Я родилась и выросла в Австралии, на самом сухом материке в мире. Еще в детстве мне привели осознанное отношение к воде, а ограничения, связанные с нею, были частью нашей жизни. Но никогда раньше, до моей поездки в Сюнь-У, я не придавала такого важного значения рекам. От этой реки зависит жизнь и 40 миллионов человек. Я все это увидела и поняла. Видите, как далеко мы с вами забрели, оказавшись в уезде Сюнь-У. Мы видели поселение Хака, каменные храмы и рынки камней. Но мне кажется, что самым важным является то, что мы с вами теперь знаем, насколько бережно здесь относятся к природе и какие колоссальные усилия предпринимаются для того, чтобы защитить исток реки Дунзян. Что ж, на этом мое путешествие по Жемчужной реке подошло к концу. Но вам повезло, потому что вас еще ждет поездка в Гуан-Си, где вы познакомитесь с рекой Си-Дян, которая является западным притоком реки Джу-Дян. С вами была Джуй. Увидимся в следующий раз. Надеюсь, вам понравится продолжение путешествия по Жемчужной реке. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!